Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаево-Черкесия. События пятницы в репортажах наших корреспондентов. Ковид во всем мире пока не отступает. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 90 новых случаев заражения. О заболевших коронавирусной инфекции в Карачаево-Черкесии, о том, сколько человек проходит лечение в стационарах, рассказал сегодня министр здравоохранения республики. По словам Казима Шаманова, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в республике остается достаточно напряженной. На сегодняшний день в госпиталях Карачаево-Черкесии проходит лечение 917 человек. Это значительно превышает цифру первой волны COVID-19, которая пришлась на весну этого года. Средний возраст пациентов, находящихся в стационарах, чуть более 70 лет. Врачи делают все необходимое для лечения пациентов. Также министр здравоохранения рассказал, что готовятся к открытию два резервных госпиталя. За сутки выявлено 90 новых случаев коронавирусной инфекции. Это достаточно большая цифра для населения Карачаево-Черкесской республики. Это еще раз может говорить нам о том, что мы стараемся, о том, что мы стараемся, говорит цифра о том, что уже в течение нескольких недель, можно сказать, держится цифра от 82 до 90. Это дает какую-то надежду на стабилизацию ситуации. Руководством республики принято решение об открытии дополнительных мест в наших лечебных учреждениях для борьбы с коронавирусной инфекцией. Уже в высокой степени готовности Карачаевская больница на 150 мест. Также готовится госпиталь в Манно-Карачаевском районе также на 150 мест. Конечно, большая надежда есть, что они не понадобятся. Конечно, мы надеемся на нашу общую сознательность. И в первую очередь, я очень надеюсь на своих коллег, которые сейчас работают и в госпиталях, и в поликлинике на амбулаторном звене, что нам удастся сдержать эту ситуацию. Завершаются школьные каникулы, но с понедельника не все приступят к занятиям в очном формате. Об этом нам сегодня рассказала министр образования и науки Инна Кравченко. Кто останется на дистанционном обучении, а кто сядет за парты? 16 числа региональным оперативным штабом принято решение, что школы начинают работу в необычном формате. А именно, начальная школа – это классы с 1 по 4, а также выпускные классы 9 и 11 классы возобновят образовательный процесс в очном формате. То есть, школьники возвращаются в школы. Что касается 5, 6, 7, 8 и 10 классов, то эти школьники у нас пока будут пребывать на дистанционном обучении. Но эта мера вынуждена, она временна. И как только стабилизируется ситуация, и эпидемия ситуации позволит нам, все школьники вернутся в образовательные организации. Мы ежедневно будем мониторить уровень заболеваемости школьников, педагогических работников. Как только ситуация прояснится, мы постараемся максимально охватить всех школьников образовательным процессом в очном формате. Мы даже рассчитываем, что через неделю, максимум через две, мы примем новые решения, если позволят эпидемиологической ситуации. В Республике федеральные автодороги готовы к зиме. Для этого «Опардор-Кавказ» задействовало 80 единиц спецтехники. В случае возникновения экстремальных погодных условий дорожники применят противоледные материалы с повышением содержания твердых реагентов и хлоридов. Дополнительно проведена проверка безопасных мест, стоянок, автомобилей и маршрутов объездов во время ликвидации возможных ЧАЭС. Вся дорожная техника подключена к системе навигационно-диспетчерского контроля на базе системы ГЛОНАСС. Для дорожников и спецтехники оборудовано 5 отапливаемых помещений и 11 теплых стоянок. И время прогноза погоды – слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии без осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 2, минус 7, днём 7-12, выше нуля. В горах местами плюс 2, плюс 7. В Черкесии без осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 2, минус 4, днём 9-11 градусов тепла. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платёж – больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Это «Большие вести». В прямом эфире мы продолжаем. Видеть жизнь в чёрном цвете, когда вокруг столько ярких красок. Индивидуальный мир каждого из них – темнота. Сегодня Международный день слепых. Таким людям не просто адаптироваться в обществе, но есть поддержка. Карачао-Черкесия – это Всероссийское общество слепых. Как оно работает в условиях пандемии и о людях, которые работают на ощупь, расскажет Альбина Ламкова. Республиканское Всероссийское общество слепых образовано 85 лет назад. Его основная цель – защита прав и интересов незрячих, их социальная поддержка и реабилитация. Вначале общество было создано на базе учебно-производственных мастерских. Сейчас это уже предприятие «Кавказпакет». Его основная деятельность – выпуск пищевой плёнки и различные переключатели. На нём работают 32 человека, из них 19 инвалидов по зрению. В будущем планируют расширить производство, но для этого, как всегда, не хватает средств. Константин Горькаский работает с 1988 года. Он инвалид с детства. Производство наполовину автоматизировано, признаётся он. Контроль за размером, толщиной. Главное – вовремя насыпать материал в бункер, чтобы конечный продукт не вышел с браком. И это основная обязанность Константина. Тяжело, да, потому что зрение очень слабое. И много нюансов, которые нужно бы в зрении. Но у меня есть напарник, который более-менее видит нормально. И мы, как говорится, дополняем друг друга. Этот год для жителей всего мира стал особенным. И, безусловно, непростой он и для Всероссийского общества слепых. Жизнь людей, состоящих в этой организации, и так не балует. Им сложнее, чем всем остальным. Инвалиды по зрению нуждаются в помощи. Как в домашних делах, так и в доставке продуктов. Если подобную услугу и оказывают, то разовое, подчеркнул председатель Республиканского Всероссийского общества слепых Сергей Дубовик. К сожалению, всё это разовое, потому что благотворители фонда, когда у нас был карантин, мы привлекали благотворительные фонды. Ну, раз человеку привезли, и всё. А здесь нужна постоянная поддержка. Взяли на себя эту ношу. Хотя бы одного человека в районе, допустим, в населённом пункте закрепить за инвалидами по зрению, чтобы они могли их навещать. Проблем-то очень много. У кого-то отопление потекло, у кого-то вода. В нашей республике инвалидов по зрению около трёх тысяч. Из них – 300 детей. Школьники учатся в коррекционной образовательном учреждении Кисловодска. Когда всех перевели на дистанционное обучение, пришлось ещё решать вопрос с обеспечением их планшетами. Надо отметить, отдать должное, что Министерство труда нам помогло. Вот фонд «Моя, Карачаева, Черкесия» благотворительный. Они плееры, флеш-плееры мы раздали сейчас по республике. К сожалению, это единичные случаи, потому что сейчас всем достаточно сложно. Есть проблемы у нас сейчас по оборудованию помещения в Карачаевске. Решили вопрос с муниципальным образованием. Там выделили 42 квадрата. Сейчас большой вопрос у нас стоит по муниципальному образованию Зеленчукского района. Переживания есть и по поводу длительной паузы в общественной жизни. Из-за пандемии многие планы пришлось приостановить. Традиционно члены ВОЗ принимали участие в различных массовых мероприятиях. В этот день был праздничный концерт. Отличившихся награждали за успехи в труде, спорте и творчестве. Этой осенью провели только месячник «Белая трость». К нему приурочили спортивные соревнования с учетом санитарных требований. Итоги были неплохие. В организации рассказали о том, что вынужденным затишьем удалось воспользоваться. Сделали косметический ремонт актового зала. Проводится работа и творческих кружков. Мы не подозреваем, с какими трудностями сталкиваются незрячие люди. Они воспринимают мир совершенно иначе. Отсутствие зрения – это одни проблемы, поскольку практически весь мир приспособлен для зрячих. Оказать им помощь может любой из нас. Просто перевезти через дорогу или же проявить внимание при покупке в магазине. Согласитесь, это совсем не сложно. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов. Вести. Карачаево. Черкесия. На базе КЧГУ имени Умара Алиева в будущем году начнет свою работу в фотошколу. Данный проект будет реализован при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Участие в нем примут 60 человек. Для начинающих фотографов будут проводиться мастер-классы, после которых они будут выполнять задания. Тему продолжит Аслан Гирюгов. В сентябре в Казани завершился Всероссийский слет Национальной лиги студенческих клубов, где от нашей республики были одобрены сразу два проекта, одним из которых и стала фотошкола. Долгое время коллектив Карачаево-Черкесского госуниверситета продумывал данный проект. Он создан для того, чтобы обучить начинающих фотографов основным навыкам фотосъемки, чтобы в дальнейшем каждый из них смог воплотить свои творческие желания и участвовать в других всероссийских конкурсах. Как отметил руководитель проекта Наурус Капушев, обучение большого количества специалистов позволит рассказать о нашем прекрасном регионе на весь мир, а участникам раскрыть в себе талант фотографа. У нас в проекте заложено несколько выездных мероприятий, то есть они в студии будут учиться, как правильно фотографировать, а потом с фотографами и экскурсоводом мы будем совершать выездные мероприятия, где они будут фотографировать пейзажи. Это все, естественно, будет выкладываться в социальных сетях. Ребята будут фотографировать, это где-то около 600 фотографий будет, то есть каждая фотография будет выкладываться в интернет, и это будут видеть люди. А из них мы отберем 80 фотографий, самых лучших фотографий, они будут в жюри, они будут отбирать 80 лучших фотографий, где будет проводиться уже после этого выставка этих фотографий на базе Института культуры и искусств Карачаево-Ашкинского государственного университета. А дальше мы планируем еще отправлять эти фотографии на разные конкурсы, где ребята могут выиграть в каких-то номинациях. Одним из организаторов данной школы будет известный многим жителям нашей республики фотограф Ренат Урусов. Он будет проводить мастер-классы, учить работать со светом и передаст основные навыки, необходимые для профессиональной работы. Помимо этого участники узнают тонкость для создания красивого кадра. На мой взгляд, развитие фотографий у нас, это должна быть одна из основополагающих таких направлений, которые должны развиваться. И, конечно же, с удовольствием я какой-то, если свой вклад внесу в это направление, я буду очень рад. И основным критерием для себя я выбрал то, что нужно непосредственно основам фотографии, то есть я буду основу фотографии в основном продвигать, как материал. И в дальнейшем, конечно, будем также привлекать каких-то сторонних, других представителей, других направлений фотографии, которые будут узко рассказывать в том или ином направлении, как развиваться и аспекты, нюансы тех или иных направлений. Создание фотошколы, несомненно, положительно отразится на развитие туризма. Ведь чем больше людей будет рассказывать о прекрасных местах, тем больше другие будут узнавать о них. Аслан Гирюгов, Роберт Джукутанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Спортивные вести. В Хорватии сейчас проходит первенство Европы под дзюдо среди юниоров. Наш земляк Кемал Каитов выступил на данных соревнованиях и завоевал бронзовую медаль в супертяжелой весовой категории плюс 100 килограммов. Тренируют его Арсен Пшмахов, Алибек Башкаев и Аслан Пастанов. Большие вести на телеканале «Россия-1» продолжатся завтра утром. Полезными вестями Светлана Шаганова и Руслан Коркмазов расскажут о необычных возможностях получить от государства деньги. И все это очень даже законно. Врачей приравняли к офицерам российской армии. И за это дают много денег, до 3 миллионов рублей. Такие деньги медики могут получить в государственном промсвязьбанке. И чем ответственный человек в белом халате, тем ниже будет у него процентная ставка по льготному кредиту. 3,8% ниже не бывает. Как так удачно выйти замуж, чтобы от государства получать пособие в 16 тысяч рублей в месяц и при этом не кормить и не апстировать мужа? Доллар и евро по сниженной цене продаются сегодня в субботу в Черкесске по улице Лейна-71 в Московском индустриальном банке. А тебе не жирно будет девятую шубу? Нет, наверное, жирно. Позвоните, пожалуйста, по номеру и успейте купить, прежде чем купила Светлана Шаганова. 20 тысяч рублей эта шуба и шелковый назначенный платок в подарок. До новых волнующих встреч. Приятной вам субботы. Такой была пятница в Крачево-Черкесии. Приятных вам входных и ждите вестерей. Субтитры подогнал «Симон» Каждый день я иду на работу и здороваюсь с вами, Назир Хизеревич. Не знаю, слышите вы меня или нет, но я точно знаю, что мой ребенок, которого я вожу в садик, находящийся за вашим памятником, видит, как я отношусь к памяти о вас и здоровается вместе со мной. Так я стараюсь сохранить в своем сердце и в сердце следующих поколений историю о выдающемся представителе нашего прекрасного черкесского народа, его добрых делах и жизненному пути, который вы прошли с честью и достоинством. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова